Всем доброе утро! Встречаю вас с шкварчанием вкусненького бекона, здесь у меня бекон жарится, уже пора просто было пожарить, здесь у меня яйца нравятся, я буду делать кальмаровый салат и здесь Денни захотел жаркое на завтра. Сделала Габриэлу пару бутербродов с беконом и сыром. Нам понадобится четверть чашки риса, у меня здесь смесь разного риса. Готовый кальмар, у меня консервирован, нарезаем на маленькие кусочки. Добавляем к рису, кстати рис, пол чашки готового риса. Шаг, мы режем мелко два яйца, вареных яйцах, добавляем салат. Теперь режем мелко пару зеленого лука, солим по вкусу, перчим и заправляем майонезом. Салат готов. Также этот салат можно подавать в фаршированных яйцах. У нас опять мокрый день. Пасмурный, до этого был дождь, еще более пасмурно было. Почему я об этом говорю? Потому что мы с девчонками решили пойти на пикник. Мы договорились еще неделю назад с моими подружками плюс старшими дочерями. Поэтому я сделала фаршированные яйца. Но мы сказали, идем хоть в шторм, хоть в грозу. Мы все равно идем. И мы с девчонками договорились одевать шляпки. Шляпы. Это на всякий случай, как зонтик будет работать. В общем, мы собрались. Я платье, которое мне Анжелика подарила. Анжелика с нами. Шляпу принесла. В общем, большую сумку взяла. Туда пикниковую еду еле-еле всунула. Надеюсь, что дойдет, не рассыпется. Так что поехали, друзья. Там, в общем, как бы девчонки говорят, что видели, что пикники люди делают. Но это как на территории музея. Красивые сады. Я вам их показывала уже несколько раз. Ну, как бы прямую наглую с клунками и тормозками тоже как бы не очень удобно идти. Так что пытаемся найти более светские пути. Корзиночки красиво у меня нету. Так что использую большую сумку. Поехали. Каждая из девчонок что-то несет. Я несу, я вам уже показала, фаршированные яйца, помидорки и торт кутузов. Тоже разрезала на кусочки и мы едем. Вау! Какая шляпка, мадам! Там, например, заходить всем вместе нельзя. Нельзя, да? А я тебе шляпку снимаю? Все, красотки, мы встретились. В общем, теперь надо найти самое лучшее место. Марина, уходи меня с корзиночкой с этими цветами. Конечно. Все, процессия идет. В поисках идеального места для пикников. Все красиво, как всегда. Как всегда, каждый раз сюда приходим, глаза разбегаются. Просто все, все изумительно. Мы решили, что это и есть идеальное место. Марина, смотри. Вау! Очень красиво. Как раз то, что надо. Какие у нас красивые. Солнце у тебя... Назад его, назад его. Смотрим, увидим. Хочешь это положим последнее или не надо? Не надо. Хозяйки накрывают стол. Они со спины, Марина, пожалуйста. Там попы такие. Весь кадр займут наши. Питабрэд. О, а это что у нас тут такое? Интересно. Тоже Питабрэд? Ну да, это Питабрэд. Давай его. Да, надо на две стороны. Не могу. Не могу одну руку. Муссовый. И с такими апельсиночками манюсенькими. Для них есть название. Я про Кумват. Вот то, что Света сказала. Кумват. Кумват. Они так и называются в Украине. Это драгонфрут или пэшнфрут или что? Да, это драгонфрут. Спасибо. Ой, как пахнет. Мама дорогая, обалдеть. Марина, я же не пришла на твой день рождения. Ура, товарищи, ура. Марина, выношу благодарность. Мои дети попусти сюда говорили. Мама, что, будет одна ваша противная еда украинская? Ты? Нет. Армянская еда не противная. Это серьезный пикник, друзья. Вы понимаете? У нас же не просто так. У нас даже шампанское здесь. Окей. Так, три фото. Моя тарелочка. Я сегодня не по диете. Сколько... Как часто такие пикники происходят? Сколько, да, мы последний раз такое делали? Никогда? Никогда, вот. Я надеюсь, что... Я надеюсь, что... Я надеюсь, что мы делали пикники, то мы с детьми были все. В парке. Это наш первый раз, и надеюсь, не последний. Так что... На десять дней? Потому что здоровье, друзья. А, на десять. Вот. Это я. Это я. А это она. А это она. Жую. Жую. Старших девчонок мы выгнали... Ну как, я выгнала. Я сказала, исчезните до пяти. И они пошли гулять. Кстати, хотела сказать, что... Ой. По идее, надо заходить в масках в музей. Нам выдавали маски. Потому что я сумочку поменяла, и свою маску не принесла. Но написано, если вы вакцинированы, можно заходить без масок. Ну, чтобы проверять кого-то, вакцинированы вы или нет, никто не проверяет. Так что вы можете быть вакцинированными, даже если вы не вакцинированы. Ну и, конечно, снаружи без масок можно никаких проблем. Я как бы маску взяла, но я ее и не одела. Мы через внутрь проходили, потом наружу. И я ее ни разу не одела. Я жду танцев. Пошли. 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 У нас играет сердечко, вам я не хочу под ухо всунуть, потому что меня заблокировали. У нас есть сливки. У нас есть сливки. У нас есть сливки. Это шляпа, Рина. Песочное тесто. Персиковый мусс. Три берри мусс. Мусс из трех ягод. А сверху что? Девочка, очень вкусный дрэгон фрукт. Попробуем. Пробуем пробу. Десерта. Я надеюсь, я вам показываю то, что показываю. Классно. Как всегда, очень нежная. В меру сладкая. Кислинка присутствует. Кислинка присутствует. Смотри, как оно постояло. Да, никуда не ушло, да. Никуда не ехала. Куда идем? Я убегаю до строй. Домой. Все те, кто в шляпах пришел, сейчас довольны. И пошел дождь. В общем, мы перешли в павильон. Под такие красивые папоротники. Мы смотрим дождь. Ничего страшного. Нам и здесь хорошо, да, девочки? Ну. С цветом над тортиком работает. Так что отлично. Эти шляпки как раз то, что надо во время дождя. У меня ароматный букет в сумке от Кати. Так что пахнет, запах, обалдеть. Мне предложили, я не отказалась. В общем, дождь прошел. Можно понемножку уходить. Свежо. Вообще, вообще идеально. Мне все понравилось. Все понравилось. Даже дождь. Конечно, американцы никогда здесь проходили. Особенно, когда мы танцевали. Так вообще. Думали, куда мы попали. Но ничего. Это не последний раз. Они скоро привыкнут к нашим посиделкам, я думаю. Может даже захотят присоединиться. Или будут делать пример. Брать пример и будут так же саморазвлекаться. Вообще, очень. Очень отличное время провели. Это яблоки. По-моему, это маленькие яблочки. Ну, я не знаю. Листики на черешню похожи. Ну да, что-то такое, но сильно маленькое. А ну, понюхуй. На. И вот еще одно. Интересно. Ну, явно не для еды, наверное. Челечная. А ну, вишня, вишня. Горькая, кисловато. Девочки, сюда нужно приходить, тогда попозже совсем. Это намного ярче. Я думаю, здесь варенья не... Давай черную. Смотри. Где? Вон, прямо, прямо. Иди, 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 иди. Накладись немножко. Вот. Черную нашли, да? С этой стороне. Нет, с таким размером вишни, я думаю, варенья не будет. Вот черная. Косточка снимай, да? Сейчас. Какая ты смелая. Ты меня не снимай тогда. Я жду этого самого. Это вишня. Да. Как? Нашли вишню в Аклахолме. Ха-ха. Кому надо вишня? Вот. Филбрук. Ой, боже, какая все-таки красота. Какая яркая, зеленая. Обалденно. Майк. Важный. Просто летом это же будет так жарко. Знаешь, в прошлом летом, кстати, было нормально. Нет, в прошлом летом мы сюда с Джилетой ходили, как раз было хорошо, да. В принципе, относительно. Да, и если... Еще с утречка. Все, мы проходим через музей уже. Выходим. Музей закрывается. Детей встречали. Вы можете выйти из здесь, да? Да. А что это за... О, я такого не видела экспоната. А что это такое новенькое? Это новое искусство? Ой, тут какое интересное, яркое все. Какая же картина Пикассо, Марина. Смотрите. Не ту женщина, а с головой глобуса. Вот вам искусство, а? Вот мне такую голову, чтобы я путешествую, снова путешествую. Да, Пикассо. Да, Пикассо. А, ну я когда-то показывала. Да, это одно из произведений Пикассо. Где-то наши дети, я надеюсь. Надеюсь, мы их найдем. Мы тут по-новому что-то сделали. Смотрите. Современное искусство. Что это должно быть? Старое-престарое кресло. Какая-то шланга вокруг закручена. И вот. Сердце с землей. Как хотите, так и понимаете. Или вот, тоже искусство. Старые инструменты все. Нащепки поломаны. Тоже можете придумать этому название. Я уже дома. Смотрите. У меня лилии расцвели. Ну, одна из лилий. Одна здесь. Help your sister. И одна вот здесь. В общем, я приехала домой. Буквально 15 минут побыла. И опять я в машине. Дэни на грузовике. Я везу Габриэла на встречу с родителями его друга. В общем, передаю его родителям другом. Он будет проводить время с ними. До четверга. Осторожно. И... И... А... О, это не... О! Ты в плохой машине. Я забыла. У меня жена Джулеттана. Да. Забыла мне жена Джулеттана. Когда водишь чью-то машину в последнее время, забываешь, чью машину ты должен садиться. Но я как по идее должна была... Что ли хотела Джулеттан на машину везти? Джулеттана. Почему? Вези папину машину. Не вези на мою машину. Я пошла за Дэниным ключами. Она говорит, что на моем грузовке едет на Джулеттана. Мне машина меньше бензина тратит. Пошла за Джулеттаной. В общем, запуталась. А Джулеттана, а вдруг я захочу куда-нибудь выехать? Я говорю, вон Анжелика, вон ее машина, выезжай. Говорю, только домой приехала. Она уже выехать собралась куда-то. Ладно. В общем, отвозим мы Габриэла. Тут такая вещь произошла. Вчера я проверяла электронную почту. Я искала билеты. Мне подушка выслала билеты в музей. И пока я искала это послание от нее... В общем... В общем... В общем... В общем... Я увидела, что ко мне пришла электронная почта от школы, куда я детей сейчас пытаюсь зарегистрировать, да? И для детей старшей школы Габриэлу им надо быть во вторник на тесте в 9 утра, сдать какой-то тест для поступления в школу. Я так... А его нет, не будет в городе. Дольфи Габриэл расстроен, потому что это как бы день рождения его друга. И... В общем, я сказала, ладно, езжай. В зал, когда я позвоню, узнаю, сможем ли мы сделать тест в другой день. Если нет, то, походу, я его заберу завтра вечером, а потом опять отвезу после теста. Ну, короче... Я надеюсь, что все-таки будет шанс сдать этот тест в другой день. Ладно, едем. Так, Габриэла я уже сбросила. Кстати, если вы заметили, со мной девчонки младшие. Я говорю, хотите поехать со мной? Уезжайте. Им скучно от дома. В общем, им как бы и не весело здесь, но все равно... Обе заснули. Скорость сейчас проснулась, наверное, опять заснет. Потому что сейчас 45 минут ехать домой. Ну, Скорость сказала, мама, если ты меня в Макдональдс отвезешь, тогда я поеду. Так что, похоже, мы едем в Макдональдс. Ладно, едем домой. Друзья, комментарий дня. Комментарий дня я сегодня отдаю Наталье Майборода. Она пишет. С днем рождения тебя, наш любимый канал! Желаем тебе расти побольше подписчиков, интересных историй, много комментариев и лайков. А любимому блогеру здоровья, вдохновения и терпения. Спасибо огромное, Наталья. И всем огромное спасибо, кто нас поздравил, кто меня поздравил. Очень-очень приятно. Я, конечно, написала самый лучший блогер, чисто чтобы привлечь внимание. Я надеюсь, вы это поняли. Но если вы считаете меня самой лучшей, мне очень-очень приятно. Ну, а я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи. До новых встреч. И ба-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода